Привет, город! В студии с вами Яна Толя Хорошилова и команда Сигмы. Новости этого дня смотрите в нашем выпуске. Мы начинаем. Самый дешёвый бензин в России продаётся на Ямале. Подробнее в новостях короткой строкой. На Ямале продаётся самый дешёвый бензин в России. Средняя стоимость топлива в округе 41 рубль 88 копеек. Это самая низкая в стране цена на 92-ю марку в январе, сообщают эксперты Риарейтинг. По сравнению с началом 2022 года бензин Янау подешевел на 14%. С учётом средней зарплаты по региону работающий житель Ямала может купить 2685 литров бензина, что на 400 литров превышает показатели москвичей. В Салихарде и Лабытнанге пройдут вторые всероссийские арктические игры среди юношей и девушек старше 11 лет. Участие в них примут более 700 спортсменов из 9 регионов арктической зоны. По сравнению с прошлым годом число участников выросло в 5 раз. Помимо ставших уже традиционными фигурного катания, настольного тенниса, биатлона, стрельбы из лука и лыжных гонок, в этом году в программу добавились северное многобойе, волейбол и волейбол на снегу. Жители Нового Уренгоя обратились с предложением к главе города назвать одну из улиц именем героя России Владимира Жоги, командира батальона «Спарта». Он погиб год назад в ДНР, когда выводил из-под обстрела жителей Волновахи. Представители общественных организаций Нового Уренгоя, вымпел боевое братство отцы России и союз женщин России, предложили назвать именем Жоги проезд между Богоявленским собором и Аллеей мужества, где установлены памятники защитникам Отечества, разным войскам вооруженных сил России. Три проекта студентов Нового Уренгоя многопрофильного колледжа выиграли грант на общую сумму 150 тысяч рублей. Эти деньги пойдут на открытие в городе клуба веселых и находчивых, мастерской по пошиву национальной ленинской одежды, которую можно будет использовать для выступлений на мероприятиях, а также на развитие проекта для обучения поисковиков. На базе Нового Уренгоя центра занятости населения открыли кадровый центр для женщин. О его возможностях в следующем сюжете. Центр занятости – это уже давно не просто место, где людям без работы помогают трудоустроиться. Здесь можно дистанционно получить дополнительное образование, повысить квалификацию на курсах. Например, женщины в декрете и безработные матери с детьми дошкольного возраста могут бесплатно пройти здесь различные программы обучения. В Новом Уренгое на базе офиса «Работа России» открыли кадровый центр для женщин. Участницам рассказали о возможностях, которые предоставляет учреждение именно для прекрасной половины человечества. Среди наших участников встреча женщины, которые являются руководителями предприятий в городе Нового Уренгоя, сотрудниками организации нашего города, чтобы комплексно рассмотреть все-таки женщину на рынке труда в городе Нового Уренгоя. Ожидается, что женщины-руководители в последующем проинформируют свой коллектив о возможностях, которые им может дать кадровый центр для самореализации. Например, помочь в открытии своего дела. Участницы сыграли в профориентационную игру «Резюме». Она помогает раскрыть в соискателе его сильные стороны. Отмечу, в Новом Уренгое самый низкий уровень безработицы на Ямале – 0,03%. Специалисты центра говорят, здесь все нацелены на то, чтобы любой человек, независимо от пола, мог найти себя на рынке труда. Длительный перерыв в работе, который граждане имеют, у нас и такие имеются. И достаточно много – 138 человек. Женщин из них – 83. В первую очередь им также оказывают внимание в подборе подходящей работы. С ними работает психолог, специалист, который проводит с ними профориентационные мероприятия в плане обозначить, какую бы специальность безработный гражданин мог выбрать. И учитывается также его пожелание. Вера Потлова, Мария Яновская, Евгений Шевченко, телерадиокомпания «Сигма» для НУР-24. 11 марта на базе третьей школы в Новом Уренгое пройдет всероссийская акция «Сдаем вместе» – день сдачи ЕГЭ родителями. Во время пробного ЕГЭ взрослые пройдут через все процедуры экзамена – регистрацию, сдачу личных вещей, предэкзаменационный контроль, заполнят бланки. Участники напишут упрощенный экзамен по русскому языку, составленный из заданий госэкзамена. Подать электронную заявку для участия в экзамене необходимо до 7 марта. Ссылку можно найти на сайте городского департамента образования. Сейчас короткий перерыв на рекламу. Не уходите далеко. Мы скоро продолжим. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Наша лаборатория готова оказать полный комплекс метрологических услуг. Своими силами заберем приборы, доставим в лабораторию, отремонтируем, настроим и поверим с оформлением результатов. Этапы работы, сопутствующие документы, а также результат работы будут всегда доступны в вашем личном кабинете. КОНЕЦ Квартиры в Тюмени от 3,5 миллионов рублей. 10 минут до центра. Закрытые дворы. Вся инфраструктура. Застройщик Брусника. Подробности по телефону 69 90 91. Код города 34 52. КОНЕЦ За прошедшие выходные дни госавтоинспекторы выявили около 800 нарушений правил дорожного движения. Отличились, например, 13 нетрезвых водителей. Их ждет лишение прав по решению суда, а кого-то, возможно, и конфискация авто за повторный пьяный руль. Традиционно самое массовое количество протоколов приходится на игнорирование ремней безопасности. Три десятка водителей попались на неправильной перевозке детей. В числе нарушений ПДД также проезд на Красный, несоблюдение правил обгона. Досталось и пешеходам, которые переходили дорогу в неположенных местах. Основы безопасности жизнедеятельности или просто ОБЖ. Вы помните этот предмет в школе? Учебные часы учителя посвящали правилам поведения в разных чрезвычайных ситуациях. А как сейчас проводят уроки для современных школьников? Об этом в нашем следующем сюжете. Учат в школе и массы дома. Осторожно быть в пути. Мы со знаками знакомы. А как же? Знак вопросительный, знак восхищательный, знак припинания. Граждане, одну минутку. Речь идет о дорожных знаках. В 15-й школе субботнее утро учеников началось со школьного театра. Ребята в интересной форме напомнили одноклассникам правила дорожного движения. Такую тему постановки выбрали не просто так. Детей ждала квест-игра. Наша речевка. Нужно слушаться без спора указаний светофора. В Новом Уренгое более 200 школьников состоят в отрядах юных инспекторов движения. Их курируют госавтоинспекторы, которые также посещают тематические мероприятия в садах и школах. Практически все образовательные организации на протяжении всего года организовывают для своих учащихся подобные мероприятия. Это квест-игры, организация спектаклей, викторин и так далее. Все это, конечно, способствует снижению детского дорожно-транспортного травматизма. Чтобы привлечь ребят к важной теме, педагоги 15-й школы постоянно экспериментируют над форматом мероприятия. Здесь не заставляют просто читать учебник. В этом году к викторинам и другим теоретическим заданиям добавили практику. Будем его завязывать рано, чтобы туда попали инфекции. Хорошо. По словам педагогов, главное в процессе игры – научить детей основным правилам и вовремя заметить пробелы. Потому что здесь светофор, надо остановиться в знак кирпич. А, блин, знак «стоп», точняк. Это знак автобусной остановки, он предназначен для водителей автобуса. Чтобы они становились летом вместе и приняли людей. Детям игра понравилась. Вместо привычных уроков удалось посоревноваться с одноклассниками и получить знания. Из-за того, что мы можем в команде работать, мы вполне с этим справляемся. То есть в прошлом мы хорошо справились, здесь мы хорошо справились. Потому что команда умеет работать. Мне понравилось, как мы разгадывали слова под цифрами и буквами. Мне понравилось, как мы первую помощь сделали. Формат квест-игры, по словам организатора, не только развлекает, но помогает развивать внимание, быстроту действий. А самое главное – углубляет знания о дорожных правилах. У нас абсолютно все школьники привлечены к этим мероприятиям. Кто-то в рамках волонтеров, это более старшие классы, которые уже знают. Они помогают детям организоваться, подготовиться, помогают на этапах судить даже некоторые ребята. В 15-й школе планируют закрепить тему безопасности. Профильных интересных мероприятий, связанных с пожарными, полицейскими и другими ведомствами, станет больше. Татьяна Забродина, Евгений Шевченко, телерадио компания «Сигма» для НУР-24. Арктический благотворительный турнир по волейболу Кубок губернатора ИНАУ подходит к концу. 13 и 14 марта в «Звездном» сыграют полуфинальные матчи. 15 марта будем наблюдать стыковые матчи за третье и первое места. И завершится все это мероприятие благотворительным галломатчем, в котором традиционно встретится команда правительства Ямала-Нинского автономного округа. Это называется у нас «Северный характер». И сборная капитанов всех команд, она будет называться «Лидеры Ямала». Любой может стать участником этого события, купив билет на этот благотворительный галломатч. Все средства, собранные на турнире, передадут в благотворительный фонд «Ямины». В этом году участвуют 32 команды, из них 19 – новоуренгойские предприятия и администрация города. Полуфиналистами в группе «А» в сезоне 2023 года стали команды «Арктигаза», «Газпромдобыча Ямбург» и партии «Единая Россия». Группа «Б» на полуфинальных схватках представлена командами Тазовского района, Ноябрьска и Салихарда. Большое количество медалей привезли ямальские спортсмены по итогам прошлой недели. Традиционно радуют успехами батутисты, борцы и волейболисты. В этот раз на пьедестал поднялись чемпионы по кроссу на снегоходах и команда девушек по мини-футболу. Подробнее в спортобзоре. Сразу 14 медалей завоевали новоуренгойские спортсмены на втором этапе чемпионата и первенства России по кроссу на снегоходах. Они привезли в газовую столицу 5 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовых награды. На прошлой неделе отличились новоуренгойцы и в прыжках на батуте. Серебряными призерами на всероссийских соревнованиях стали Денис Федоров и Даниил Гайнулин. Алена Захарова завоевала бронзу. Ямальцы стали бронзовыми призерами вторых зимних международных спортивных игр «Дети Азии». Спортсмены из Губкинского выступали в составе сборной команды «Урала» по волейболу на снегу. В полуфинальном матче северяне обыграли команду Сибирского федерального округа. Выпускник ямальской школы-интерната Валерий Сарпива в своей возрастной категории завоевал серебро международных стартов в Саудовской Аравии. Он пробежал 48 километров за 5 часов и 2 минуты. Биатлонистка из Лабытнанги завоевала серебряную медаль на зимней спартакиаде молодежи России. Елизавета Романова прошла 10 километров без единого промаха. Ямальская команда девушек по мини-футболу завоевала бронзовые медали на уральском этапе всероссийских соревнований проекта «Мини-футбол в школу». В решающем матче северянки обыграли соперницы Свердловской области со счетом 4-0. С другого первенства «Урала» ямальские борцы привезли на Ямал 13 медалей – 3 золотых, 2 серебряных и 8 бронзовых. По итогу успешного выступления на соревнованиях по спортивной борьбе победители и призеры получили право участвовать в первенстве России, которое пройдет в мае в Туле. На чемпионате России по пауэрлифтингу Иван Горичев стал чемпионом весовой категории 120 килограмм, а Алексей Рихтер и Старка Салеза воевал серебро. Оба спортсмена представляли сборную Ямала. Далее наш выпуск продолжит программа «Патруль». У меня же все новости к этому часу. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!